С 7 по 13 сентября в 31 европейской стране впервые прошла неделя спорта, главная цель которой – убедить жителей отказаться от малоподвижного образа жизни. Затем с 21 по 27 сентября были проведены мероприятия в рамках Европейской недели здоровья, которые также были направлены на популяризацию активного отдыха и спорта. Количество участников поразило не только местных организаторов, но и столичных. Если в прошлом году, когда в Долговпилсе впервые прошла здоровая неделя, к активному образу жизни подключились 3000 долговпилчан, то в этот раз их было в 5 раз больше – 15 тысяч. Цифры очень большие, сами удивились, но когда мне звонили из Риги, спрашивали, Санта будет, 15 тысяч, и я думаю, может быть, есть даже больше, потому что не все отсчитывались, некоторые по прямую в Ригу отсылали свои результаты, мы еще всех-всех не знаем. Я думаю, очень-очень много, которые участвовали, и каждый раз я вижу, что есть эта мотивация, больше людям участвовать. Все учреждения, которые приняли участие в Европейских неделях спорта и здоровья, получили дипломы. Отдельные награды были вручены представителям организации, которые отослали свои фотографии на конкурс «Самое спортивное учреждение Долговпилса». Одним из первых снимки прислали тренер отделения фигурного катания спортивной школы. Я прочитала информацию о фото-конкурсе на «Самое спортивное учреждение» на сайте «Спорта Парвалды». Поскольку это наш любимый сайт, мы туда постоянно заходим за информацией. Девчонки у нас молодые, такие все очень легкие на подъем. Я говорю, девочки, давайте, давайте. К тому же «Спорта школа» недавно подарила красивые курточки им. Я говорю, фигурно катали олимпийский вид спорта, взяли хула-хупы и выложили олимпийские кольца на льду. Но поскольку девчонке очень хотелось показать, что когда льда нет, то они еще все и на роликах с детками катаются, поэтому они на роликах и на льду встали в олимпийских кольцах. И они сами по себе, девочки, тоже очень спортивные, фитнесом занимаются и много еще чем. И поэтому как бы решили воплотить в одной фотографии все это. Также заветные тарелочки получили сотрудники Департамента развития Даугавпилской профессиональной строительной школы. Европейская неделя спорта совпала с неделей футбола. В связи с этим футболисты ДФЦ Даугавпилс решили совместить эти два события и провести серию мероприятий, в которых участвовали не только спортсмены из всех возрастных групп, но и их родители. Кроме того, неделе спорта был посвящен чемпионат города по стритболу, который проходил в пяти этапах. Первый этап, как всегда, был на праздник города, был один этап у Ледового дворца. И что самое интересное было, что один этап мы провели на площади уже поздно вечером, когда было довольно темно уже. И финалы, полуфиналы там уже выигрывал тот, у которого лучше зрение просто. Потому что там действительно было очень тяжело играть, и там концовка была сумасшедшая просто. Но я думаю, что всем понравилось, и мы в следующем году тоже будем делать такой ночной этап по стритболу. По словам Сантеупита, такие высокие результаты дают стимул активнее работать в следующем году и планировать более масштабные и интересные мероприятия для жителей нашего города.